Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Сегодня в рубрике «Старости нет!» я хочу поговорить о кальцинатах и о кальциях, потому что такие вопросы почему-то участились, знаете, набегали. Прибежали вопросы, убежали вопросы. В общем, по поводу кальцината. Девочки интересуются. Слушайте, у меня нашли кальцинаты в миоматозном узле. Или закальцинировался узел в щитовидной железе. Или я боюсь, что кальцием обрастут тросклеротические бляшки на стенках моих сосудов, и это видно. Это доктор мне сказал. Или, 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 или. Давайте немножечко вот на эту тему поговорим. И вопрос, как звучит? Так можно, может быть, мне нельзя использовать кальций, раз у меня происходит отложение солей. Ну, на самом деле, это общий процесс. Например, когда-то было воспаление. Воспалительный процесс, он всегда закисляющий процесс. То есть в этом месте больше кислых продуктов обмена, нежели чем щелочных. И там точно не нейтральная среда. Организм вынужден каким-то образом на это реагировать. Так как в организме нет щелочей, то, соответственно, нужно, нужно что-то придумать. Но в организме есть щелочные земельные металлы. Магний, который живет в костной ткани, ну, в мышечной в том числе. И кальций, который, вот 99% кальция в нашем организме живет в костной ткани. И только 1% плавает в нашей крови. Только 1%. Что заставляет кальций покидать депо, то есть кости, и идти в кровоток, и осаждаться в миоматозном узле на атеросклеротической бляшке? Что, что? Вот этот процесс хронического закисления, который просто уже невозможно терпеть, и который нужно каким-то образом остановить. В общем, тут кисло-кисло. Мы берем кальций из костей и бросаем в очаг хронического закисления. Происходит реакция нейтрализации и образуется нейтральная соль. Мы спасли ситуацию. Все ферменты, все гормоны, все антитела продолжают быть рабочими, потому что мы погасили кислоту. Но образовалась уже нерастворимая соль кальция. В костях, из костей мы изымали растворимую соль кальция, ионную, а здесь образовалась нерастворимая солевая. И эта солевая форма, она либо тут же остается. Ну, например, что такое теросклеротическая бляшка? Это дефект кровеносного сосуда, и я вынуждена, как организм, быстренько замазать это холестерином. Но холестерин оказался недостроенный, липопротеиды низкой плотности. Там много жиров, мало белков. Соответственно, сразу идет, ну, такое, называется, перекисное окисление липидов. Очень кислый процесс. Надо еще замазать. И вот это вот очень кислый процесс, и там происходит образование этих кальцинатов. Или, например, щитовидная железа, узел, патологический узел. Тоже, видимо, очень кислый узел, и там кальцинаты образуются. Где еще могут образовываться кальцинаты? Кальций сработал и хочет вернуться в кость. Ну, как бы организм понимает, что это кальций, его нужно вернуть в кость. Но он уже не такой растворимый, поэтому он садится на кость. Это называется остеофиты, или отложение солей на позвоночнике, на телах позвонков и так далее. Вот так это на самом деле происходит. Слушайте, и теперь нужно разобраться. Ну, если так происходит, то что тогда делать? Пить кальций или не пить кальций? Ребята, есть понятие, сколько вы тратите. Понимаете? Вот если вы просто взрослый человек, с 13 лет вам до периода менопаузы у женщин, просто вы взрослый человек, менструирующая женщина, к примеру, то вам нужен 1 грамм кальция. То есть хотите вы или не хотите, вы каждый день тратите 1 грамм кальция. Например, на процессы пищеварения, на процессы свертывающей, противосвертывающей системы крови, на процессы продвижения нервного импульса, на процессы мышечного сокращения. Да на все нужен этот кальций. И если вы сегодня потратили 1 грамм кальция, отдали себе, я знаю, сколько мы себе даем, 400-500 миллиграмм, и так изо дня в день, изо дня в день, всю жизнь, то скажите, пожалуйста, конечно, организм будет брать с полочки, которая называется депо кальция, из костей. Если бы я не видела остеопороза, если бы я не видела, как выглядят люди в возрасте 60+, скрюченные, скукоженные, походочка миленькая, вот такая, понимаете, все обвисло, потому что нечем держать вертикальную ось туловища. Если бы я не видела данные денситометрии, когда просто костная масса сказала, аривидерчи, малышка, я пошла к какой-нибудь молодой женщине, и вообще трухлявая кость, вот если бы я всего этого не видела, я бы вам сказала, да не надо пить этот кальций, на всякий случай не надо пить кальций, а то вдруг действительно будут какие-нибудь кальцинаты. Но я это вижу на каждом шагу. Старость есть недостаток этого макроэлемента в организме человека, макроэлементов не так много. Натрий, калий, кальций, сера органическая – это макроэлементы, то есть их надо много больше одного грамма. Но магний меньше одного грамма, там 500-400 миллиграмм, ну, этого достаточно, но все-таки тоже макроэлемент. Вот такая вот история. Теперь, Лена, что же делать? В моей крови полно кальция. Денситометрия показывает, что у меня остеопороз. Пить кальций или не пить кальций? Слушайте, почему в крови у женщин в костях нет кальция, а в крови зашкаливающее значение? Да потому что вы кислые-прикислые, кислятельно вы, потому что… То есть в правой пятке, в левой пятке, в правой мочке уха, ну, я утрирую, очень-очень кисло, и организму некуда деваться. Он берет из депо, бросает в кровоток этот кальций, чтобы этот кальций работал как ощелачиватель. Ну, потому что есть вот эти буферные системы крови, и они работают как ощелачивающие системы крови. Соответственно, когда вы наведете порядок со своей PH-средой, то есть будете иметь нейтральную среду в крови, в лимфе, в межкеточном пространстве, а для этого нужно снизить, грандиозно снизить количество кислых-прикислых токсинов в организме. Раз. Для этого нужно остановить хроническое воспаление. Ну, это целая тема на самом деле. Точно, я эту тему еще не давала. Старости нет, есть хроническое воспаление. Я обязательно дам эту тему, потому что это большая тема. В общем, когда мы останавливаем закисление организма, вот вы увидите, что уровень кальция в крови, он тихонечко-тихонечко придет в норму. И тогда ваш кальций будет оставаться в костях. И не будет такого засилия кальция в крови, и не будут образовываться новые кальцинаты. Итак, если резюмировать, кальцинирование или образование кальцинатов – это конечный этап развития воспалительного процесса. Если смотреть на это с точки зрения физиологии, сначала воспаление, иммунный ответ, потом это воспаление потихонечку угасает, и за счет вот этой интригнации с солями кальция, ну вот самые безопасные миоматозные узелочки – это те узелочки, в которые уже проник кальций. Мы говорим, окей, этот миоматозный узел расти не будет. Самые безопасные узлы щитовидной железы – это те, которые уже пропитаны солями кальция. Мы говорим, окей, этот узел уже расти не будет. Более того, у каждого из нас в верхних долях легких есть кальцинированные такие узелочки. Это когда-то начинался туберкулезный процесс у всех у нас, но он завершился вот этой кальцинацией. Слава Богу, он никогда не пойдет в развитие. Это надо очень сильно, чтобы рухнул иммунитет, чтобы там в развитие пошел этот туберкулезный очаг. Вот. Ну, надеюсь, по кальцинатам как-то понятно. Итак, кальцинаты – это результат длительного закисления и конечная стадия развития воспалительного процесса. Второй момент. Нам нужно соблюдать суточную норму по кальцию и основным витаминам, минералам, не обижать себя, иначе будем расплачиваться собственными костями. Третий момент. Те женщины, мужчины, которые хотят пользоваться своими суставами, своими ногами, своими костями, они не искусственными, должны развивать свою костную массу. Давайте. Я вот предыдущее видео было по мышечной массе, а по костной массе все очень просто. Костная масса – это суточная норма белка. Помните, я по мышечной говорила? Мышечная масса – это суточная норма белка. Костная – это суточная норма белка. Костная масса – это физическая нагрузка в удовольствие, потому что если вы, если я сегодня не двигалась, то моя мышца не приводила в движение эту кость. Соответственно, кость – это пьезоэлектрический кристалл на самом деле. Если кость не сдавливать, ну как бы не давать ей определенное движение, то косточку просто не перестраивать. Поэтому для развития костной массы нужен движение, то есть суточная норма белка, движение, потом вода обязательно и не кальций, а кальций – целый свитый микро- и макроэлементов и витаминов. Потому что если бы я вам сейчас могла картинку показать, вот тут в центре кальций и вокруг, что нужно для его усвоения. Вы бы просто ахнули. Для того, чтобы кальций просто усвоился, необходимо целая таблица Менделеева и огромное количество витаминов. Поэтому, слушайте, не экономьте на себе, а используйте качественные формы кальция. Если вы видите в составе только кальций, карбонат, то это совсем плохой вариант. Ну, давайте еще буквально 3 минутки, почему я использую только хилатные формы кальция. Что такое хилатные формы? Кальция, магния, витаминов – какая разница? Вот это, к примеру, кальций, а вокруг него органическая молекула. Любая органическая молекула. Но я люблю аминокислотные хилаты, когда здесь аминокислотки. Это будущий белок. И эта штука, она, прямо говорят, тропна к костной ткани. Она хочет в костную ткань, хочет ее построить. То есть, это будущий белок моей костной ткани. Вот самая прогрессивная, на мой взгляд, форма, ну, не на мой, вообще нутрициологи так считают, а самая прогрессивная форма и самая безопасная форма – это именно хилатные формы кальция. И, знаете, я получаю тысячи всяких ваших откликов. Вот, говорила 15 минут, а не дала какой-то конкретики. Даю конкретику в следующем видео. Вот, говорила целых 15 минут, а все это рекламная информация. Слушайте, ребят, на этом моменте я могу поставить точку, я физиологию вам рассказала. Теперь, девочки, кому нужна конкретика? Что лично я ем? Я использую кальций и магний хилат, товаропроизводитель компании MSP. Потому что это кальций в хилатной форме, это магний в хилатной форме. Причем соотношение кальция и магния – две дозы кальция на одну дозу магния, чтобы всосалось. Плюс в этом же продукте есть фосфор. Соотношение кальций и фосфор 1 к 1,8. И там же есть витамин D, который не этот кальций усвоит, а следующую таблеточку, которую вы скушаете. Но все равно этого витамина D, 133 международных единиц, как раз необходима такая доза, чтобы хотя бы этот кальций всосался. Более того, в нагрузку к этому кальций магний хилату, который лично я использую по 2-2 раза. То есть я использую грамм кальций хилатной формы в течение суток. И точно знаю, что из этого грамма я усвою всего 600 мг. Потому что биодоступность, какие бы крутые не были формы кальция, есть понятие биодоступности. 60% – это очень круто. Ближайший кальция цитрат, его биодоступность в районе 20%. Если вы до сих пор пользуетесь яичной скорлупой, если вы до сих пор пользуетесь мелом, если вы до сих пор, не знаю, чем там еще люди пользуются, это кальция карбоната, кальция Д3 не комет, например, вы используете и думаете, что вы в дамках. Это кальция карбоната, он вообще не усвоится. Максимум на 5%. Малость есть. Нужно еще понимать, что это дело пойдет в кость. Не в кровь даже, а в кость это должно приходить. Вот такая история по кальциям. Если вы понимаете, что у вас плохое пищеварение, и вы понимаете, что у вас все очень плохо всасывается, не надо кальция магни-хилат даже, а используйте остеоплюс. Остеоплюс тоже хилатная форма кальция, но это еще плюс куча других витамин. Чтобы кальций всасался, еще раз говорю, нужно большое количество витаминчиков, поэтому используйте кальций магни-хилат, используйте и витамины любой продукт, например, суперкомплекс, например, защитная формула, потому что надо много, чтобы кальций усвоился. Пока вы используете любой витаминный продукт, вы поможете и головному мозгу, и печени, и селезенке, и деснам, боже, всему поможете. Вот, поэтому такой вопрос, конечно, разноплановый, и на мой взгляд, я достаточно полно на него ответила. А следующее видео не пропустите, потому что я расскажу, что старости нет, просто нас съедает тихое-притихое воспаление в наших тканях. Если вы еще не подписались на канал YouTube, то сделайте это прямо сейчас, чтобы не пропустить важное для вас коротенькое видео. С вами была Элина Кутибахтина. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok